Уважаемые коллеги, очень рад вас приветствовать в Министерстве обороны. Очень рад, что такая представительная делегация средств массовой информации России находится в Армении. Я не буду долго мучить вас ступительными речами, с учетом того, что за последние дни очень многое сказано. Было много поводов общаться и с вашими коллегами. И думаю, что будет полезнее оставить больше времени для ваших вопросов и ответов. Поэтому предлагаю сразу перейти к ним. И если останется что-то, что я очень захочу сказать, а вы не спросите, обещаю сказать в конце. Пожалуйста. Сергей Иосифов, военный обозреватель еженедельника «Аргументы и факты». Господин министр, на ваш взгляд, предстоящая в Армении реформа системы государственного управления повлияет ли как-нибудь на обороноспособность страны, на, допустим, роль Армении в рамках ОДКБ и на военно-техническое сотрудничество с Россией? Спасибо. Спасибо большое. Ну, реформа, она на самом деле, в принципе, состоялась. С принятием поправок Конституции мы находимся в фазе планомерного внедрения тех изменений, которые касаются разных ветвей власти. После парламентских выборов, которые составятся 2 апреля, новый парламент будет иметь целый ряд уже новых полномочий. Президент Республики продолжит исполнять обязанности в полном объеме своих полномочий до истечения срока в апреле 2018 года. И именно тогда можно будет считать, что окончательно состоялся переход на парламентскую форму правления в Республике Армения. Мы долго шли к этому. Это очень важная реформа, которая отображает, в принципе, очень долгий дискурс на эту тему в общественно-политической жизни страны. Многие оппозиционные силы долго говорили о необходимости перехода на парламентскую форму правления. Решение было принято с учетом того, что в ходе ряда изменений, внесенных в Конституцию Армении в свое время, система у нас стала, ну, будем называть ее полупрезидентской, хотя полномочия президента были сильно зависимы от наличия в парламенте большинства, представляющего ту же политическую силу, что и президент. По Конституции получалось так, что президент Республики имел очень много обязанностей и ответственностей, но не всегда они были подкреплены механизмами конституционного права, в случае, если бы в парламенте появилась бы фракция большинства, которая не согласна с верховным главнокомандующим по тем или иным вопросам. Было два пути возможного выхода из такой ситуации. Либо переход на жесткую президентскую систему управления, либо переход на парламентскую систему управления, когда полномочия и обязанности совпадали бы с правами, предусмотренными Конституцией и законодательством. С учетом динамики и тенденций в развитии конституционного права было принято решение о переходе на парламентскую систему управления. В принципе, такая модель работает в очень большом количестве стран, работает эффективно. Предусматривается, что большинство, которое формируется в парламенте, это должно быть устойчивое большинство по внесенному в Конституцию изменениям, должно быть в состоянии сформировать правительство, в том числе отвечающее за обороноспособность страны, за вопросы национальной безопасности. Особые функции отводятся Совету национальной безопасности в этом случае. И в случае военных действий, например, министр возлагает соответственность верховного главнокомандующего. В принципе, опыт разных систем управления в одном и том же военно-политическом блоке в мире существует, это не новая модель. Я думаю, что все те вопросы, которые теоретически могли бы формально возникать в процессе принятия решений, будут быстро и очень улажены. Я не вижу никаких особых проблем для взаимодействия Армении в рамках ОДКБ с учетом перехода на новую систему управления в государстве. Что касается обороноспособности страны, то уверен, что такая модель будет способствовать повышению такой обороноспособности, особенно в случаях кризиса и особенно в случаях, когда большинство в парламенте должно принимать решения по внесению необходимых изменений в бюджет, в другие основные законодательные акты, которые диктуются развитием ситуации. Поэтому особых препятствий тут не вижу. Уверен, что все будет нормально. Андрей Лащилин, ТАСС. Господин министр, каким Вы видите свое место в политическом поле Армении в случае победы республиканской партии на предстоящих воскресеньях в выборах? Я очень надеюсь, что если республиканской партии Армении удастся одержать победу на предстоящих выборах 2 апреля, мне будет доверено моими коллегами продолжить свою работу в Министерстве обороны. Я считаю это ключевой и очень важной позицией в системе государственного управления нашей страны с учетом существующих вызовов и угроз. Вижу огромное поле для работы и очень надеюсь, что будет время реализовать целый ряд реформ в оборонной сфере, которые, на мой взгляд, являются вызовом времени и действительно напрямую влияют на обороноспособность страны. У нас очень много вопросов, которые надо решать в комплексе с учетом обязательно и воинской службы для граждан Армении, с учетом того, что подавляющее большинство граждан страны проходят срочную службу в рядах вооруженных сил. Считаю очень важным сделать так, чтобы эти два года были не просто годами, отданными Святому делу защиты Отечества, но и годами, когда наши молодые люди могут получать дополнительное образование, развивать навыки, знания и выходить после службы в вооруженных силах на гражданскую службу или в гражданскую жизнь с укрепленным запасом багажом зданий, умений. Считаю, что нам надо очень многое сделать в плане повышения боеспособности вооруженных сил, продолжения, повышения боеспособности наших вооруженных сил. Вижу очень много вопросов, связанных с поднятием эффективности управления. И в этом смысле действительно был бы очень счастлив, если бы результат выборов позволил продолжить эту работу, которую за эти шесть месяцев с коллегами мы здесь и начали, очень интенсивно. И уверен, что сможем довести ее до конца. Дина Иванова, телекомпания НТВ. Ваше имя первое в списке республиканской партии. В связи с этим можно вас попросить, может быть, немного шире, не только затрагивая оборонную сферу, сказать о том, какие главные задачи ставит перед собой партия, которая, судя по всем соцзапросам, в парламент, конечно, пройдет. Надеюсь, что судя по соцзапросам, она не просто пройдет в парламент, но и сформирует парламентское большинство. Задачи наши очень четко отображены и в самом слогане партии. Это «Безопасность и прогресс». Это программа, которая направлена на динамичное развитие экономики страны. Планируются широкие инвестиции в самые разные сферы, проработаны региональные и на уровне даже территориального самоуправления те точки, те места, где можно внедрять такие программы. Есть конкретные инвесторы, есть конкретные программы под такие инвестиции. И мы очень надеемся, что реализация этой программы нам удастся поднять значительную эффективность системы государственного управления, привлечь в систему управления молодых людей, которые имеют соответствующее качественное образование и опыт работы, и при этом действительно изменить очень сильно отношение общества, доверие общества, уровень доверия общества к власти поднять и внедрить такие программы, которые ежедневно будут просто менять восприятие и самооценку населения на местах в самых разных сферах. При этом мы считаем, что важным элементом такого развития является система обороноспособности страны. У нас реально получается так, что в связи с существующими угрозами наши вооруженные силы значительно превосходят в процентном соотношении вооруженные силы стран масштаба Армении по населению, по территории. Но мы не одни такие в мире. Есть еще страны, в которых такая пропорция даже выше, чем у нас. И на опыте доказано, что это может быть не только сложностью для развития, но и само по себе стимулировать развитие, если правильно сопоставлять эти две важные категории – безопасность и развитие. Именно на это нацелена наша работа. Мы идем на выборы очень крепкой командой, командой людей, которые каждый в своей сфере достиг серьезных успехов, доказал умение и способность решать самые сложные проблемы. Я уверен, что нам удастся очень быстро воплотить в жизнь эту программу. Шесть месяцев последних, в течение которых действует нынешний кабинет министров, были месяцами очень интенсивного развития. Все экономические показатели указывают на то, что предпринятые шаги дают результаты. И мы верим в то, что такая работа имеет огромный потенциал для дальнейшего продолжения. Мы будем работать в этом направлении. Здравствуйте. Мария Мещеринова, телекомпания «Раштудэйерта». Хотела спросить про проблемы Нагорного Карабаха. Сегодня звучали высказывания про то, что Армения не пожалеет никаких сил и никаких вооружений, в случае, если их придется применить против другой стороны. Хотела уточнить ваше мнение на этот счет и шаги, которые будут предприниматься для решения. Буквально на днях имел возможность в эксклюзивном интервью вашей телекомпании очень подробно остановиться на введении решения проблемы Нагорного Карабаха. Но готов повторить, конечно, идея в следующем. Конфликт, который существует в Нагорном Карабахе, это типичный случай борьбы народа за право самоопределения. Народ, который был вынужден отстаивать это право оружием, потому что ему была навязана война, смог сделать это в очень неравной борьбе в начале 90-х. После этого выстроил очень эффективную систему государственного управления, демократическую систему, где регулярно проходят выборы, формируется парламент, имеющий разные фракции, избирается президент. Есть своя судебная система, есть своя система экономического развития, своя логика. И народ Нагорного Карабаха уже на протяжении 24 лет, после подписания соглашения о прекращении огня, подписанного, кстати, тремя сторонами, Нагорным Карабахом, Арменией и Азербайджаном, полностью реализовала все те механизмы, которые присущи для признания государственности. Целое поколение выросло в этой непризнанной республике с пониманием того, что они живут в совершенно суверенном государстве, сами принимают свои решения, и нет такого процесса, который мог бы убедить их в обратном. Мы очень открыты для переговорного процесса, активно в нем участвуем, но считаем, что поиск путей решения напрямую связан именно с признанием и с уважением этого права. Все остальные вопросы, которые существуют в этом контексте, они производные от основного вопроса, они должны решаться с учетом необходимости обеспечения безопасности народа Нагорного Карабаха и их право на свободное развитие. К сожалению, попытки сопредседателя Минской группы ОБСЕ периодически проваливаются Азербайджаном, который не нацелен на поиск решений, он затягивает решение конфликта, постоянно наращивая вооружение, постоянно распространяя антиармянскую риторику, просто армяноненавистническую риторику на всех уровнях, от главы государства до уровня преподавания в вузах, в школах. И вот в такой атмосфере ненависти, естественно, подготовить свое общество к решению компромиссов по Карабаху просто невозможно. И мы отлично понимаем, что очень трудно сопоставить эти две совершенно разные формы государственного управления, которые существуют в Азербайджане и в Нагорном Карабахе. Мы не будем уставать работать на мир, но мы просто обязаны быть готовы к любому развитию событий, потому что, к сожалению, по моей оценке, в Азербайджане полностью отсутствует система гражданского и демократического контроля над вооруженными силами. А это значит, что шанс возобновления боевых действий в зоне Карабахского конфликта можно оценивать от нуля до 100%, потому что ничем такое решение не ограничено и не обусловлено. Конечно, хочется надеяться, что в Баку понимают хорошо, что любая эскалация может привести к широкомасштабной войне, которая может создать полный хаос, но при этом точно не может решить проблему Нагорного Карабаха, потому что эта проблема не имеет военного решения. Это совершенно очевидно с учетом того, что проблема ненадуманная, проблема совершенно реальная, люди, которые живут там совершенно реальной, и предположить, что они просто могут отступить от своего права, жить в своей стране по своим законам, просто невероятно. Поэтому ситуация такая. Александр Атасунцев, газета.ру. Господин министр, скажите, пожалуйста, ведется ли между Россией и Арменией какой-нибудь диалог по вопросу использования военной базы Гюмри для ведения войны против исламского государства? Вот просто почему возникает такой вопрос? Потому что Россия, скажем, сотрудничает с Ираном, который очень трепетно относится к иностранному военному присутствию, и это наглядно продемонстрировал события лета и события вокруг авиабазы в Хамадане, тогда как у нас есть, в общем-то, ненадежный союзник в лице Армении и действующая военная база, которая, в общем-то, находится на таком же расстоянии от Северной Сирии, как и Хамадан и базы Ирана. В оперативных планах совместной группировки вооруженных сил Армении и России, которые созданы, подписанным недавно в Москве соглашением о такой группировке совместных действий в Сирии не предусмотрено. Такого диалога между нами тоже сейчас не ведется. Мы очень активно взаимодействуем по вопросам доставки гуманитарной помощи в Сирию, имеем ряд планов по различным гуманитарным действиям совместным в Сирии, но вопрос о применении 102-й российской базы, находящейся в Армении, в операциях по Сирии на данный момент не рассматривается. Естественно, надо учитывать, что в Сирии, как и в целом ряде других стран, в том числе в ряде стран Ближнего Востока, есть огромная армянская община. И, естественно, есть очень много вопросов, аспектов, связанных с обеспечением, в том числе, безопасности этой общины. И все действия Республики Армения по отношению к ситуации в Сирии всегда учитывают, в том числе, и этот фактор. Лилит Мадун с телекомпанией «Мир». У меня вопрос следующий. Армения и Россия буквально стоят у истоков появления ОДКБ и являются одними из активных членов, получается, ОДКБ. И как подтверждение этому, создание объединенной группировки вооруженных сил двух стран. Вопрос такой. Насколько она усилит фактор стабильности и безопасности в нашем регионе? Если, в принципе, по ОДКБ, то для Армении ОДКБ является очень важной составляющей нашей системы безопасности. Это прописано и в стратегии национальной безопасности Армении, и военной доктрине нашей страны. С первого дня мы являемся страной-учредителем этой организации и действительно очень ценим ее потенциал. Мы очень активно участвовали в принятии решений, в подготовке и принятии решений по коллективным силам оперативного реагирования. Мы очень заинтересованы в формировании миротворческого потенциала ОДКБ. Мы считаем, что у этой организации огромный действительно потенциал. Мы очень активно используем возможности, предоставленные этой организации в плане подготовки военных кадров в вузах стран-партнеров. Очень активно используем возможности этой организации в плане военно-технического сотрудничества, в том числе возможность прямых закупок у производителей военной техники и вооружений по внутренним ценам для стран ОДКБ. Мы будем продолжать такую работу. Мы в год председательства Армении в этой организации смогли интенсифицировать и привести к логическому завершению процесс создания стратегии коллективной безопасности, документ, который является концептуальной картой нашей организации. Считаем, что есть еще множество вопросов, связанных с внедрением культуры мягкой силы в рамках нашей организации, в том числе повышение уровня. Хотя, опять-таки, при активном участии Армении определенные шаги в этом направлении сделаны, но повышение культуры, сопоставление позиций по ключевым внешнеполитическим вопросам в рамках нашей организации. Конечно, надо понимать, что не только ОДКБ, но и многие международные организации, в том числе военно-политические блоки, хорошо знакомы с ситуацией, когда страны-партнеры по организации могут иметь не просто разные, но иногда и противостоящие позиции по вопросам внешнеполитической значимости, в том числе могут не просто не соглашаться друг с другом, но иногда и атаковать друг друга на третьих площадках. Мы считаем, что это очень ослабляет организацию, особенно когда в организации не так много стран. Поэтому я думаю, что тут нам надо еще будет поработать в этом направлении. Мы очень заинтересованы в таком диалоге, очень активно ведем встречу министров иностранных дел на площадках третьих организаций, когда они происходят в организации Объединенных Наций, в ОБСЕ. Я думаю, что нам надо работать на это, потому что на результат, на союзническое партнерство, действительно надо очень трепетно и долго относиться, и долго работать, потому что соблазны, ситуации, когда кажется, что легкое решение на поверхности, они всегда есть. Нам надо просто научиться взвешивать и балансировать такие подходы в каждом конкретном случае. Спасибо. Еще один вопрос вдогонку. Насколько эффективно сотрудничество ОДКБ по борьбе с терроризмом и международной преступностью? Вы знаете, что у нас по линии ОДКБ есть целый ряд важных программ, уже отработанных временем, таких как операции «Прокси», операция «Нелегал», целый ряд других уже повторяющихся из год в год планов и проектов, которые нацелены на борьбу с трафикингом и с незаконной перевозкой наркотических веществ, в том числе и киберпреступности и так далее. Так что задел какой-то есть. Но на данном этапе, сказать, что у нас есть очень интенсивная программа совместной борьбы по антитеррористической линии, конечно, сложно. Агент Стария Новости, Алан Булкат и господин министр, в феврале Вы говорили, что Армения готова продолжать диалог с Россией по возможному приобретению вооружений. Какие вооружения, в первую очередь, интересуют Армению? Идет ли речь о дальнейшем приобретении комплексов «Искандер» или аналогичных вооружений? Процесс этот постоянный. У нас непрерывный диалог не только с российскими союзниками, но и с рядом других партнеров по модернизации вооруженных сил Республики Армения. Мы закупаем самые разные вооружения, исходя из своего собственного плана развития вооруженных сил. К сожалению, большинство всего того, что мы приобретаем, находится под грифом «совершенно секретно». Поэтому многое я вам сказать не могу. По мере возможности мы либо показываем такую технику на военных парадах, либо представляем ее в специальных пресс-турах для журналистов. Больше того, что увидели на данный момент, скорее всего, сказать не смогу. Но процесс этот, естественно, постоянный. Мы заинтересованы в приобретении, в частности, такой техники, которая может сбалансировать наращенный Азербайджаном арсенал и предотвратить возможность использования целого ряда вооружений, стоящих на боевом дежурстве в Азербайджанской Республике. В продолжении темы вооружения, не могли бы прокомментировать, на ваш взгляд, каково соотношение военной мощи Армении и Азербайджана? Ну, смотрите, если говорить о балансе вооружений, то баланс нарушен. Баланс нарушен, потому что на протяжении достаточно долгого времени Азербайджан тратил очень большие бюджетные средства на приобретение оружия в самых разных странах. И этот процесс, естественно, привел к серьезному нарушению баланса вооружений в регионе. Но если говорить более широко о балансе сил, в принципе, то считаю, что надо согласиться с оценкой международных экспортов, которые считают, что баланс существует в том смысле, что вооруженные силы Армении имеют целый ряд факторов, преимущества, которые позволяют на данный момент нивелировать вот этот нарушенный баланс сил, баланс вооружений. Я думаю, что, тем не менее, нам надо очень интенсивно работать над тем, чтобы баланс вооружений тоже был в определенной мере восстановлен. Спасибо.